И это одно слово. Гряди, гряди, возвращайся. Возвращайся, Господь. Мы ждем этого великого исхода. Благодарим Бога за это таинство, это великую тайну бытия. Спасибо Богу за жизнь, спасибо Богу за жизнь вечную. И Господь облагословит нас в этом Богопознании, в Богочеловечестве. Никакая тварь, ничто, никакое творение не сможет отлучить нас от любви Божьей. Во Христе Иисусе, Господе нашим. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо огромное. Изучая Библию, мы видим очень многое в этой книге, в древней книге. Но самое великое, что мы в ней видим, рассказ о великой любви. Все это один рассказ о великой любви. Бог и человек, человек и Бог. История отпадения и история восстановления. История от того, как мы отпали от Него. И на протяжении всех этих почти 6 тысяч лет возвращаемся к Нему. Еврейское слово «чува», переводимое как «покаяние», имеет буквальное значение на русском, как «возвращение». Возвращение. И 2000 лет назад произошло великое чудо, которое изменило ход мировой истории. И Иисус Христос на этой земле совершил великое искупление наше. Агнец Божий, закон. Он воскликнул, совершилось. Братья, сестры. Я обращаюсь сейчас ко всем присутствующим. Кто еще не примирился с Богом, может, не принял прощение Божье. Примите сейчас. Примите. Бог во Христе примирил с собой весь этот мир. Иисус Христос называется новым Адамом. Он сравнивается с родоначальником нового человечества. новой общественной формации. Вообще всего нового. Два тысячелетия раскрывает эта тайна в судьбах миллионов и миллионов людей. И сегодня раскроется эта тайна в вашем сердце, в вашей жизни, в вашей семье, в вашей работе, во всем вашем. Во имя Иисуса Христа. Отец, благодарю Тебя и прошу Тебя, пусть Господь сердца человеческий сегодня раскроется для принятия Твоей милости, благодати, прощения, исцеления, освобождения. Особенно за верующих прошу Божия. Пусть многое знание о Тебе не помешает нам принимать Твое благодать, не помешает нам любить Тебя, не помешает нам, а наоборот поможет. расслабиться в Твоем присутствии, принимать Твое исцеление, Твою доброту. Спасибо Тебе, Господь. Благостови народ своим миром, своим шаломом. Аминь. Благоставляю вас, братья и сестры. Кстати, с Новым Годом поздравляю. Сегодня первое число месяца Миссана. А Бог сказал однажды, перед тем, как Он выбрал нас из земли Египетской, из Дома Рабского, Он сказал, у Него просьба такая была, интересная. Месяц сей, Он сказал, будет у вас начало месяца. Начало нового календаря. И вот сегодня первое число первого месяца 3331 года. Если считать от нашего исхода, исхода Божьего народа. За эти 3331 год много воды утепло. Со времен Моисея много что изменилось на этой земле. Сегодня уже космические корабли бороздят просторы Вселенной. Знаете ли, сегодня спутник израильский уже там на Луне. Селфи делает. Знаете ли, много что изменилось по большому счету, но если брать по-крупному вообще в целом, даже на околоземной орбите грешник, он такой же грешник. Вот. И человеку все равно нужен мир, нужно примирение с Творцом. И да, прошло уже 3331 год. Огромное число лет, знаете ли, в человеческом измерении. Но в небесном это лишь 3 дня, 4-й день. Не так много. Вот. И еще скажу, с позиции вечности это вообще не что. Весь этот миг, вся наша жизнь это один как один миг. Вот. Пусть Господь благословит нас вот, принять и максимально пропитаться его любовью. Максимально пропитаться его любовью. Христианство это Христос. Христос это христианство. Благоставляю вас благословением, которое тогда, 3331 год назад, Бог дал своему народу, чтобы этим благословением благословляли сынов Израиля. И уже больше трех тысячелетий благословляют люди друг друга, верующих. Бог благословляет через эти слова благословения. Давайте встанем в воздухе. Примите это благословение в вашу жизнь, вашу судьбу, вашу семью, вашу работу, во все ваше. Как благословение Бога. И пусть, как в одном из переводов говорится, Он обратит свое светлое, радостное лицо и улыбнется. Субтитры Субтитры делал DimaTorzok Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим. И помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя. И даст тебе мир. Субтитры делал DimaTorzok И да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение. Избавь нас от лукавого. Твое есть Царство и Сила и Слава вовеки. Аминь. Благословен Дубович, благословен от сердца. Аминь. Будьте благословенны и счастливы. И благодарю Бога за эту честь сегодня вам делиться словом. Но самое главное, погружайтесь в Него. Погружайтесь в Господа. Любовь Его. Познавайте. И пусть благословен Дубович, благословен. Аминь. Слава Богу. Спасибо, Беоди Сергеевне. Хорошее время, друзья. Кто благословленный? Потрясающее, конечно, слово. А я хочу спросить. Люди, которые первый раз сегодня есть в этом собрании, в подобном собрании, которые не примирялись с Иисусом Христом, поднимите руки. Слава Богу, я вижу две руки. Кто еще не примирился? Три руки вижу. Кто еще не примирился лично с Иисусом Христом? Вижу две руки. Отец Сергей молился, но мы помолимся с вами лично. Чтобы это была ваша личная молитва к Богу. Мы молимся так. Мы все молились такой молитвой. И те руки, ребята, и сестры, я проволошал верой. Друзья, давайте церковь поддержим. Потому что это самая главная молитва в жизни человека. Когда человек примиряется с Иисусом Христом. Иисус Христос умер на кресте. И воскрес за каждого из нас. За тебя и за меня. Чтобы забрать грехи. Чтобы ты не пошел в ад, а восстановился в отношениях с Отцом и стал Его учеником. Давайте мы искренне помолимся. Я буду говорить слова вперед. Но пусть это слова будут от вашего сердца, лично к Иисусу Христу, лично к Спасителю. В вашем сердце. Искренними словами. Давайте скажем так. Отец, я благодарю Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Иисус Христос, Ты Сын Божий. Ты великий всемогущий Бог. И я благодарю Тебя за то, что Ты забрал мои грехи. И я прошу Тебя, прости все мои грехи. Войди в мое сердце. Стань Господом и Спасителем моей жизни. И я обещаю Тебе, что я буду любить Тебя и следовать за Тобой, исполняя Твою святую волю. Я благодарю Тебя, Отец, что я теперь Твой Сын, и Ты любишь меня. Спасибо Тебе. И я молился Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, друзья. Две вещи, которые запомните, пусть до конца дней, они всегда будут в вашем сердце. Своими словами молитесь о Богу. Искренне, то, что есть в вашем сердце. Второе. Посвящайте свою жизнь чтению Божьего Слова. Познавать через Божье Слово. И третье. Будьте в теле Христа. Будьте в церкви. И, пожалуйста, в конце служения подойдите вот к Галле, к нашему служителю. Она вам даст информацию о церкви. Даст Евангелие и послужит вам. Хорошо, друзья. Будем молиться за нужды. Давайте сконцентрируем свое внимание на нуждах, потому что каждый пишет и каждый ожидает ответа от Бога. Бог дал нам власть. Аминь, друзья. Дал власть. Написано 1 Иоанна, 5 глава, 14 и 15 стих. Что имейте знание приходить к престолу его благодати. Он слышит, слушает нас. И все, что по воле, он исполняет. Аминь. Есть встречающие нужды. Дмитрий. Это наш брат. Я сегодня был в больнице. Сепсис. Очень тяжелое состояние после операции. Там нужно чудо. Будем просить о чуде. Сепсис. Заражение крови. Мы также помолимся Николаю. Инсульт сейчас в реанимации. Сестра Наталья. Тяжелое восстановление после перелома позвоночника. Бог дал нам власть в имени Иисусе Христе. Аминь. Исцелять, освобождать. Мы будем молиться и мы будем верить. Потому что мы знаем, что наш Бог чудес. Аллилуйя. Отец. Великий всемогущий Бог. Мы приходим в прислуг Твоей благодати и Твоей славы. Как Твоя церковь. Твой народ. Больше. И мы молимся Дмитрия во имя Иисуса Христа. Мы просим прикоснись своим духом святым к его телу. Мы говорим тебе. Сатана. Отойди от нашего брата во имя Иисуса Христа. Мы говорим, что ранами Иисуса Христа. Его тело полностью исцелено. Мы провозглашаем дух, душу и тело. Божественное здоровье. Божественное исцеление. И божественный порядок. Мы также молимся за Николая во имя Иисуса Христа. Мы говорим. Исцелись во имя Иисуса Христа. Будь здоров во имя Иисуса Христа. Потому что раны Иисуса Христа. Это цена за исцеление Николая. Мы также молимся за сестру Наталью во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Дух Божий, Дух Святой, исцели ее позвонок, подними ее, восстанови и прослав Иисуса Христа. И также мы отец молим за каждую записку, за каждую нужду. И мы просим все, что по воле Твоей, исполни, защити, разреши, потому что Иисус Христос, Он заплатил цену, Он был распят, Он воскрес и даровал нам победу. И мы благодарим Тебя, великий всемогущий Бог, за то, что Ты слышишь, слушаешь и отвечаешь в наши молитвы. И молились Тебя, во имя Иисуса Христа, и все скажут Аминь. Слава Богу. Несколько объявлений сделаю. В этот четверг у нас будет проводиться молитва матери в 18.00. Поэтому, родители, мы Вас всех приглашаем, у кого есть дети. Может быть, у Вас дети сегодня находятся в проблеме. Это хорошее время, чтобы совместно молиться. Я говорю в то, что много может усиленная молитва праведного. Поэтому, возлюбленные, в 18.00 в этот четверг мы приглашаем Вас. Мы в прошлый раз сделали объявление о детском доме, кто хочет служить. Если Вы в прошлый раз не подходили к Александру Караушу, Вы можете сегодня подойти к Жанне Латышевой, она вместе с ним служит там, и взять у нее всю информацию, либо сказать, что Вы хотите служить. И напоминаю, что пятница – это день поста и молитвы. И мы с Вами молимся и постимся о служении чудес. И ожидаем Божьих чудес 22 июня. Аминь. И, друзья, также мы молимся с Вами о предстоящих выборах. Аминь. Написано в Слове Божьем, что мы должны молиться за начальствующие власти, чтобы нам проводить жестику и безмятежно. Аминь, друзья. Но наше упование не президент, а наше упование Бог. Но мы сделаем выбор. Пусть Дух Святой нам всем поможет. Давайте встанем и помолимся, чтобы выборы прошли спокойно, без каких-либо эксцессов. Отец, великий всемогущий Бог, мы молимся за начальствующие власти. Мы молимся за выборы во имя Иисуса Христа. Мы просим благословия этот день, чтобы выборы прошли мирно, спокойно, без каких-либо эксцессов во имя Иисуса Христа. И поставь того президента, которого Ты предназначил во имя Иисуса Христа. Дай нам мудрость и дай им благодати, сделать правильный выбор во имя Иисуса Христа. Мы уважаем и почитаем власти, но мы уповаем на Тебя, потому что Ты, Господь Бог, наш президент, наш Господин, наш Повелитель, наш Отец и наш Царь. Молись Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, друзья. Давайте помолимся. Есть такое переживание за архиепископа Сергея Журлова, чтобы Бог благословил. Давайте. Халилюя. Отец, мы так благодарны Тебе за Твоего слуху, за этого мужа Божьего во имя Иисуса Христа. Мы просим высвободить благословение в Его жизнь, Его семью, Его служение во имя Иисуса Христа. Пусть будет благодать на благодать. Пусть будет наполнен Твоей любовью и провознашает Твою истину в любви, в силе и в помазанию во имя Иисуса Христа. Мы благословляем Его по имя Иисуса Христа. И мы также благодарим Тебя за это служение, за Твое помазание, за силу Твою Духа Святого. Спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты сегодня служил нам. Пусть это Слово растворится откровением в наших сердцах. И мы просим благословить, чтобы у каждого из нас были близкие и глубокие отношения с Тобой в тайной комнате, в Божьем Слове, в Писании, Господь. И чтобы мы преображались в образ Иисуса Христа, были светом для этого мира. Во имя Иисуса Христа благослови все сферы жизни нашей. Наполни нас любовью, Господь, благодатью, чтобы мы, Господь, совершали все то, что есть в Твоей воле. А мы всегда во всем, всю славу, всю честь, всю хвалу, всю благодатность о том только Тебе одному, великому и всемогущему Богу. И мы молились Тебе во имя Отца и Сына и Духа Святого. И Церковь скажет Аминь! Слава Богу! Друзья, с миром большим! Кому нужно служение, подсадите.